Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о событии, которые проходят в Лондоне в начале сентября и называется оно GQ Awards, то есть Человек Года. Я была на таком мероприятии один или два раза и практически случайно попала на него. Это происходило в районе Ковенгарден в здании Royal Opera House. Туда съезжались именитые гости в области кино, телевидения, радио, литературы, политики, в общем, абсолютно всех социальных сфер, где публичные и знаменитые люди могли получить эту награду. В принципе, GQ Awards – это Человек Года Мужчина Года. Про премию Женщина Года, который тоже проходит в Лондоне, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Сегодня Мужчина Года, но также часто эту награду получают и женщины. Спонсором этого мероприятия всегда является компания Hyuga Boss, это знаменитый парфюм, и другие товары, связанные с парфюмом, а также одежды и так далее. На этой церемонии часто присутствует, естественно, лицо Hyuga Boss Джерард Батлер, знаменитый актер, а также знаменитая супермодель Дэвид Ганди. Я их обоих увидела на красной дорожке церемонии, вот вам показываю. Вообще, как я попала на эту красную дорожку, туда надо приходить в день мероприятия рано-рано утром, чтобы взять себе или визбенд, то есть браслетик, который дает допуск вот на эту территорию, либо какой-то номерочек, в общем, как-то будут запускать только к вечеру. То есть вам дают номер очереди, по которой вы можете к вечеру подойти и уже войти на эту территорию. Но это так вот было в 2014, по-моему, году. Я опоздала, я пришла к 10 часам, то есть надо было там к 7-6 утра, наверное, и мне уже ничего не досталось, поэтому я погуляла по Лондону, насколько я помню, и подошла к вечеру, ну, попытать счастье посмотреть, вдруг что получится. И тут, так как народу было немного, в принципе, зрителей, решили запускать всех подряд. И я увидела всех звезд, прибывающих на эту красную дорожку. А именно, я узнала Колина Фёрта, знаменитого актера, который играл роли в фильмах «Король говорит», «Гордость и предубеждение». В общем, очень много фильмов я сейчас на данный момент не помню, но мне он очень нравился в романе «Джейн Остин», поэтому я его узнала. Также я узнала Джесси Джей, которую я уже встречала на красной дорожке «Glamour Women of the Year», то есть премия «Женщина года». Рита Ора, я видела, что лицо знакомое, подъехала прямо передо мной на автомобиле и вышла из машины, и там все фанаты кричали «аааа». Вот вам показываю. Сегодня я вам буду показывать отдельные фрагменты, что мне удалось поснимать, потому что рассказывать, в принципе, об этом мероприятии нечего. Единственное, что туда можно попасть вовнутрь, но один билет на одного человека будет стоить в районе 5000 фунтов на данный момент, это 500 тысяч рублей где-то. Оно будет проходить в этом году, 1 сентября, где, конкретно, пока не знаю, но поговаривают, что в гостях ожидают Мадонну и других звезд мировой величины, вот таких, о которых я вам сегодня рассказываю и которых вам сегодня показываю. Также среди гостей уже было известное лицо для меня Бенедикт Камбербич. Знаменитая модель Кара де Вальвиль подъехала уже в конце. Ну, я, как всегда, никого практически не знаю из этих звезд. Снимала всех подряд и певцы какие-то знаменитые, Сэма, не помню его фамилию, и Фарад, кажется. Я честно не знаю, как их всех зовут и не знаю, кто они такие. Все, кого я знаю, я вам сегодня называю. Также на этой красной дорожке впервые в жизни я увидела Ким Кардашьян. Я о ней вообще ничего не знала до приезда в Лондон. О ней нам только рассказал преподаватель английского языка уже в колледже. На третий год, когда я училась, уже сдавала IELTS. Я училась в Хаммерсмит колледж. И там нам педагог, ну, что-то рассказывал, как нынче становятся популярными. И вот, говорит, благодаря большой пятой точке вот эта вот женщина, она показала фотографию, я о ней ничего не знала, если честно. И только благодаря вот этому вот наросту сзади я поняла, это приехала Ким Кардашьян. Ну, я все, что успела, сняла и вам сейчас показываю. Да, приехала она в таком блестящем, гламурном, прозрачном платье. И, конечно же, всех в очередной раз восхитила или удивила. Очень много интересных, хороших и красивых людей приезжает на это мероприятие. Если вы будете в Лондоне 1 сентября, попробуйте попытать счастья и попасть на это мероприятие хотя бы на красную дорожку, и вы увидите море известных вам людей. И, возможно, вам удастся увидеть знаменитостей, которые с удовольствием общаются и шуткуют с публикой, дают им свои автографы, фотографируются вместе со своими фанатами и проходят все вот на это мероприятие в здании, где уже проходит сама церемония награждения. И кто победил, мы уже узнаем только на следующий день. Вот такие вот дела происходят в Лондоне. Я очень часто ходила на различные гламурные мероприятия, и обо всех о них я вам постепенно рассказываю на своем канале. Поэтому, если вас интересуют красные дорожки и гламур, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok